Завершается год и вы снова нас порадовали. Рустам Миниханов отмечает, благодаря таким достижениям больше молодежи начинает заниматься спортом. Победа в Кубке страны для «Зенита» стал третий подряд, 12-й в истории и дополнила коллекцию трофеев этого сезона. Один такой умный человек сказал, разбогатеть несложно, жить как багаж сложный. Вот Кубок один раз получить, наверное, сложно, но не так. А вот подтверждать свой успех, это намного сложнее. Еще раз вам аплодисменты и слова благодарности и гордости. На пути к Кубку России «Зенит» обыграл сильнейшие команды страны – Новосибирский «Локомотив» и Московская «Динамо». Финальная встреча с москвичами подарила болельщикам две затяжные и драматичные партии, после которых «Зенит» завершил игру на мажорной ноте со счетом 3-1. Самым результативным стал Дмитрий Волков, набравший 18 очков. За счет командной игры, настроя нашего, мы готовились долго к этой игре и шли к этому трофею. Команда сегодня удостоена благодарности «Раисы Республики» и получила сертификат на 3 миллиона рублей. Волейболисты же подарили Рустаму Миниханову чемпионскую медаль и мяч с автографами. Мы очень рады побеждать и впоследствии уже сюда приходить и получать слова благодарности в ответ от «Раисы Республики». Казанская команда появилась в середине 90-х, называлась «Динамо» и была в составе ФСО, который возглавляет Асгад Сафаров. У казанского «Зенита» славные традиции. Команда становится семьей. Полное взаимопонимание, взаимоуважение. Во время игры полное взаимопонимание. Как говорится, с полуслова понимают друг друга и добиваются успехов. Встреча с Рустамом Минихановым тоже прошла в теплой семейной атмосфере. Традиционно много шутили о исполинском росте волейболистов. В ближайших планах «Зенита» игры чемпионата России. Здесь борьба в самом разгаре. Казанский коллектив пока идет на втором месте. Дмитрий Айринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.